Диана Болотина Карла Черни Сложнее всего играть было прелюдию, потому что там сложно было управлять звуком и мало времени дали поработать с роялем. Поэтому сложно было приспособиться к нему. Ну а так справилась со всем. Жюрили юных пианистов со всей Амурской области местные преподаватели фортепьяно. Во главе с Раисой Илюхиной, завкафедрой специального фортепьяно Дальневосточного государственного института искусств. Первое, на что обращают внимание эксперты, собранность и умение контролировать любую ситуацию на сцене. Самое главное, что дети должны показать, это любовь к музыке. Потому что дети, в отличие от взрослых, всегда очень тонко чувствуют то, что они играют. Дети должны не спотыкаться и не останавливаться во время игры. А вот если ребенок сделал ошибку и ее как бы не заметил, пошел мимо, прошел мимо и показал, что он хорошо играет. Вот это тоже очень важно. Помимо пианистов, свои таланты показали юные скрипачи и виолончелисты. Оценивать их исполнительские навыки пригласили преподавателя Санкт-Петербургской консерватории Чингиза Османова. Именитый музыкант отметил, в столице Преамурья впервые. Местными музыкантами впечатлен. Мне очень приятно быть в этой замечательной школе, где действительно искренне и по-настоящему любят музыку, любят искусство и большое внимание уделяют детям. Я вижу по тому, как дети общаются, как они раскрепощены, что действительно для талантливых ребят здесь очень хорошая атмосфера. Первый областной конкурс имени Марии КНАУ в Каминской прошел в рамках реализации национального проекта образования. В двух номинациях конкурса приняли участие свыше 150 юных амурчан. Победители, кроме того, что они получат, естественно, диплом лауреата, они получат денежный сертификат. Первая премия – это 2,5 тысячи, вторая премия – 2 тысячи, третья – 1,5 тысячи. Они получат сертификаты от Центра по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей Амурской области ВЕГА. Евгения Иванова, Алена Викалова, Дмитрий Козлов. Программа «Город».